Значит, как определяется счастье в ведической философии? Очень просто. Состояние самодостаточности, при котором человеку не нужно ничего извне. Состояние самодостаточности. То есть, пример, вот вы сыты, вот вы съели прекрасный полноценный обед, и вам говорят, а хочешь тортик? Я говорю, ну, в принципе, давай. Мне не дам. Ну и не надо. Почему? А вы сыты. Вы обуты. Когда вы сыты, вы обуты, вы как будете выбирать? Ну, только уж очень, если очень-очень-очень, тогда что? Тогда давай. Ну, даже если не дальше, смотрите, состояние влюбленности, да? Я помню, я влюбился, все, у меня любовь, понимаете? Любовь. Меня с работы увольняли. Ты? У меня сегодня встреча. У меня любовь, понимаете? Что мне до этой работы? Что там так суперинтересно, что? Потерял мысль, вспомнил любовь. Виды счастья. Итак, первый вид счастья, самый простой, на котором нас стараются остановить. Чувственный вид счастья. Чувство удовлетворенное, мы счастливы. Согласны? Есть он? Есть. Покушали вкусно, тело не болит. Вот только нет страданий, уже счастье, правильно? Потому что появляется некая самодостаточность. Некая удовлетворенность позволяет нам что? Выйти из некой зависимости. Мы очень не любим зависимость. Что делают люди? Нас все время пугают. На что будем жить? Страх позволяет нас что делать с зависимыми? Мы почему работаем? Мы потому что думаем, что если мы работать не будем, мы умрем. Мы же думаем, а на что мы будем жить? И поэтому мы идем, работаем, и нас могут унижать там, заставлять делать сверхурочную работу. Потому что говорят, не будешь делать? Нами манипулируют. Нас заставляют делать. Знаете, надо целое дело собирать, и говорят, так, или вы голосуете, или я вас увольняю. И все идут голосовать. Хотя они не согласны. Потому что как? Уволят. Все. Мы становимся зависимыми. Представьте, что у вас есть ящик, откуда вы будете деньги брать бесконечным потоком. Сколько останется на работе из вас? Нет, кто-то останется. Я, например, был музыкантом, я бы все равно играл, но мне нравится. Останутся единицы, кому работа нравится, кому она дает некое удовлетворение. Но большинство людей скажет, слава богу, пойду хоть начальнику язык покажу. Я с тобой больше не работаю. Отвали. Видите? Очень важный момент. И так даже чувственное счастье, оно является счастьем. Оно дает этот критерий, выполняет его на какое-то время, на какое-то время, к сожалению, на очень длинное. Мы становимся самодостаточно удовлетворены. Проблема в чем? Проблема в том, что оно кратковременно. Пишем минусы этого или проблемы. Первое, оно кратковременно. То есть, ну, там я не знаю, ну сколько, ну сколько-то, да? Ну, хорошая машина, сколько мы вокруг нее ходим? И говорим, вау. Ну, неделю, две, ну, можно полгода, да? Потом какие-то... Первая царапина просто рвет душу. Просто ее сразу хочется заделать. На пятую не хочется. То есть, когда уже там дети что-то написали, соседи там, снег упал. Все. Эйфория любви чувственная. Первый раз за руку берешь, знаете, да? Я вообще первый раз жизненько поцеловался. Я уже эту историю, по-моему, в всей стране. Я сознание потерял от экстаза. Просто упал в обморок. Девушка меня испугалась, больше со мной не общалась. Так набросился у нее, как поцеловал и упал. Все. Сознание потерял, понимаете? Вот такое что-то больше не теряю. А видите, интересно, то есть, что-то происходит. Это счастье нельзя удержать. Теперь смотрите с едой. Первый там, вот человек, я пощусин иногда долго, потом возьмешь что-нибудь такое, после поставок, так в рот положил, и просто замер. Чувства обновились, правильно? И такой свежий-свежий вкус. Второй кусочек уже не такой. А пятый уже норма, правильно? Вот в чем беда. Чувства присыщаются, но просто вот, ну как же тебе не нравится? Да нравится просто уже каждый день одно и то же. Все. И теперь они не только присыщаются с точки зрения эмоций, они грубеют. Грубеют. Вот я ощущаю гладкость этого микрофона. Вот полчаса повожу, и они огрубеют руки. Не буду ощущать. Чувство тупляется. Теперь, чтобы ощутить еще более, что это гладко, мне нужно интоксикацию. Люди, они сначала просто сексом занимаются, да? Потом в обстановке. Первый раз можно даже без обстановки настолько. Да? Потом обстановку нужно, а потом настрой нужен, потом ужин нужен, потом еще что-то нужно, а потом уже столько всего нужно, что уже думаешь, а когда до секса-то дойдет, уже что-то как-то все. То есть они притупляются. Отсюда появляется интоксикация. А интоксикация что делают? Они забирают учусь в силу. То есть надо накуриться, надо напиться, надо какой-то там возбудитель принять, да? Все это. А это все что? Чувство напрягает. Они после этого какие-то дряблые? Они еще хуже ощущают. Теперь нам нужно ограничить себя, чтобы опять вернулась чувствительность. А когда мы себя ограничиваем, мы что делаем? Страдаем. Почему? Они требуют. У нас беспокойство. Они становятся, еще одна проблема, они становятся чувства, какие наглые, расхлябанные, они требуют. Смотрите, они требуют, а при этом уже удовольствие сами чувства не получают. Но они требуют. Они как просто, да отстань от меня, говоришь, там с желудку или генитальную. Отвалите, давайте отдохнем. Он говорит, нет, не отдохнем. Так мы ничего не испытываем. Нет, испытываем. Да не испытываем. И понимаете, да, вот это происходит борьба. Все, давай не будем, давай не будем это есть, давай не будем это пить, давай отдохнем. Потому что уже что? Ничего не ощущаем. Чем больше мы хотим наслаждаться чувствами, тем они тупее становятся и тем больше приносят беспокойство. Это стопроцентный факт. А дальше что? Есть одна интересная закон, что человеческое тело не предназначено для чувственных удовольствий. Простите, я предупредил вас, никаких эмоций. Что значит не предназначено? Обратите внимание, что люди, которые живут серьезной чувственной жизнью, очень быстро заболевают серьезными хроническими заболеваниями. Попробуйте вы шикарно кушать каждый день. Все. Тело не выдержит. То есть любые чувственные удовольствия, которые, когда мы отпускаем, мы говорим «just do it», просто делай, просто наслаждайся, просто отпусти вожжи, что-то происходит. Тело начинает очень сильно болеть. 80% хронических заболеваний происходит только от того, что мы не контролируем то или иное чувство. В этом есть кошмар. Тело начинает болеть. И сколько вы получите обратно страданий, знаете, что говорит Писание? Столько же, сколько наслаждений. Никогда не будет, что будет на 5% меньше страданий, чем вы получили наслаждение. Вопрос времени. Вопрос, где это вылезет. Ситуация патовая. То есть вы получаете какое-то наслаждение, и потом будет страдание. Я играл на инструменте, соответственно, у меня есть хронические, патологические заболевания определенных мышц, и так далее, которые приносят теперь мне страдания, и так далее. Хотя бы даже посмотрите, когда мы привязываемся к каким-то вещам, к каким-то отношениям, и потом их теряем. Боль, помните? Кто испытывал боль, потеря? Вау! Тошнит, рвет. Вот человек был счастлив. Абсолютно. Теперь он встречает другого человека. Или какую-то вещь, или квартиру, да? Он становится более счастливым в качестве жизни. Лучше теперь у него это отпирают. И кажется, ну и будь ты же был счастлив, и без этого, ну и вернись своему старому счастью. Ага, нет. Вы же наслаждались? И Писание говорит, теперь столько же отстрадай, а потом вернешься к тому счастью. А страдать – обязательная обязанность. Вы не можете просто сказать, ну и нет, и не надо. Нет. Значит, вы этим не наслаждались. Значит, вы по-настоящему этим не привязались. Если по-настоящему наслаждались, если по-настоящему были от этого счастливы, вы по-настоящему будете страдать от потери. Продолжение следует...